Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Если те, девять израильтян, получили избавление только от телесного недуга, то благодарный самарянин получает вечное спасение. И вот теперь сделаем несколько уроков из услышанного благовестия. Первое, дорогие братья и сестры, мы должны не забывать о том, что здоровье, возможность жить, видеть, ходить – это дар Бога. И этот дар нам дан как бы совершенно незаслуженно. Мы пользуемся этим и даже не благодарим Господа за то, что мы видим. Знаете, сколько бы заплатили люди за то, чтобы прозреть, за то, чтобы ходить на ногах, за то, чтобы двигать руками те, у которых их уже почему-то нет. Сколько бы люди отдали за здоровье, но уже поздно. А здоровые за здоровье не благодарят. И вот удивительная пропорция во всем человеческом роде. Эту пропорцию сегодня мы услышали. Один из десятерых. То есть на десять человек один только найдет в себе силы поблагодарить человека, который ему сделал добро. А десять пройдут мимо, и как будто так и должно было быть. Это разве мы не знаем по личным с нами отношениям. Сколько вы делаете добра людям, и сколько благодарят вас за это добро? Один из десяти. И то подойдет, скажет несколько слов. А вот кроме того, что мы должны благодарить Бога за все, мы должны еще внимательно читая Священное Писание, вдумываться в прочитанное. В 16 главе Ветхого Завета у премудрого Соломона есть такие слова. «Надежда неблагодарных растает, как зимний иней, и вытечет, как негодная вода. Тот, который неблагодарен Богу и людям, его самые заветные мечты, самые лучшие надежды растают, как утром тает на крыше иней, и вытекает с грязной крыши в землю». Вот если мы подобны этому инею неблагодарным, то мы ничего в жизни не добьемся. И главный урок сегодняшнего Евангелия – это научиться возвращаться к Богу и благодарить Его за здоровье, за жизнь, за радость общения, за то, что живы наши родные и близкие, за то, что нет у нас сегодня войны, за то, что не рвутся снаряды, где-то они рвутся, и погибают люди. А у нас сегодня солнце светит, мир и тишина. Как нам важно в тишине найти Господа. Господи, слава Тебе за тишину, за возможность дышать, видеть, жить. Слава Тебе, Господи! Вот почему, дорогие, вся вера-то начинается как раз-таки с благодарности. Потому и есть у Иоанна Златоуста прекрасное выражение, которое он часто приводил, и я хочу вам сегодня привести, чтобы это выражение как можно чаще повторяли мы с вами. Вера это удел душ благодарных. И вот когда самарянин возвратился к Иисусу Христу, обратите внимание, он пал ниц, он упал на колени. Он не в гордости побежал пользоваться всеми благами земли, он же теперь здоровый. Что здоровому на уме? Чувственное наслаждение, развлечение, удовольствие. А этому несчастному человеку, который стал здоровым, нужен был Бог, нужна была радость веры. И он пришел, поблагодарив Господа с верой и любовью к Нему, и услышал «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». А теперь очень важный урок, и если хотите задание всем нам на всю нашу жизнь. Целую неделю мы живем, трудимся, выполняем то, к чему каждый из нас призван. Но у нас есть один день благодарности Богу, воскресный, когда мы должны все оставить. Все побежали по магазинам, побежали встречать какие-то праздники, к ним готовиться. И мы, видя эту толпу, бежащую куда-то, должны вспомнить этих девять израильтян. Куда вы? Люди, куда вы? Разве вам за эту неделю Бог не подарил столько благ? Жизнь, здоровье, мир, солнце, воздух, возможность жить. Ну, как же вы не возвращаетесь в воскресный день воздать славу Богу? Запомните, каждый, кто приходит в воскресный день в Божий храм, он уподобляет себя тому самарянину, который приходит ко Христу и, падая ниц, благодарит его. Мы все вместе со священниками, воздевая руки, священник в алтаре, а люди, возвышая сердце, говорим, горе имеем сердца, а потом повторяем вместе в сердце своем благодарим Господа. Вы слышите? Вот эти слова, ради которых мы собираемся. И служба Евхаристии, литургия, она же переводится как благодарение. И каждый, кто приходит, он самарянин, благодарный, в котором укрепляется вера и который получает спасение. А всякий, кто не ходит, не благодарит Господа в воскресные и праздничные дни за прожитую неделю и за то, что он был жив и живы, остались его родные и близкие, и он был и оставался относительно благополучным, но бежит или отдыхает, или просто не приходит Бога поблагодарить. Ему лень, он хочет отдохнуть. Он подобен девяти израильтянам, которые не вернулись и услышали от Христа, где же вы? Где же вы, исцеленные, живые, неблагодарные израильтяне? Как же вы не возвращаетесь в седьмой день воздать славу Богу? Я хочу поздравить всех вас, всех тех, кто сегодня пришел, воздать славу Богу. Идите теперь домой и будьте здоровы по вере вашей, да будет вам. Аминь. Мир вам и Божье благословение, дорогие братья и сестры. Спасибо. Спасибо. Спасибо.